Дорогие коллеги, я хочу обсуждаться на некоторых теоретических вопросах формирования модели инвестиционного развития. И сегодняшняя дискуссия, которая проходила на предназначном заседании, еще больше, как бы, убедила в том, что у нас присутствует это называемое модельное мышление у многих авторов и тех ученых, которые занимаются форме модернизации и геномодернициального развития. Мы сегодня услышали, что одни предлагают нам оседлать, новую технологическую волну. Другие предлагают скрепить, так сказать, единым железнодорожным, так сказать, цепью России. Третьи говорят, да нет, надо заниматься соединенными осторожнями. Мы долго добываем нефть и газ, и есть там и разработанные новые технологии, надо заниматься этими осторожнями. Четвертое, говорят, что надо заниматься традиционными осторожнями теми, которые характерны для любого этапа индустриализации. Ну, к примеру, индустриализация в Англии, какой вы знаете из истории Нового Плоте, начиналась с традиционных отраслей легкой промышленности, всего пищевой промышленности. Индустриализация, которая осуществлялась в советское время в 30-е годы, нарушила лучший порядок входа вещей. Вообщеизвестная дискуссия между Бухарьевым и Буржанским, каким путем надо было индустриализировать страну, победила идея, что надо осуществлять индустриализацию за счет сельского хозяйства и других отраслей, тем самым сделать определенный ревог. И я хочу сказать, что все это зависело от всей неудачи, которые мы пожинали на протяжении всей истории советской экономики, в определенном периоде, в определенном периоде, были заложены в совершенно неправильном сценарии самодиспризализации, которую существовало в советское время. В советское время индустриализация являлась ничем-лим, как предмеченная форма бульгарно воспринятой концепции социализма. Она являлась как бы инобытием плановой системы хозяйства, которая поднималась на тот период времени. И те предприятия, которые функционировали в сельской экономике, они были технологическим инновидием плановой организации системы хозяйства. Естественно, с наступлением новой эры, новой эпохи, формированием моделей экономики, эти предприятия никак не могли себя реализовать, потому что они по своему гонотипу не отвечали рыночным сигналам. И естественно, что эти предприятия больше всего и, собственно говоря, пострадали, которые не смогли никак приспособиться к этим рыночным сигналам. И сегодня, когда идут теоретические дискуссии на сегодняшней конференции о том, каким путем осуществлять нейроцентрализацию, на мой взгляд, наши авторы исходят из концепции модельного мышления. Что это означает? Это означает, что придумываются все-все новые модели, которые должны были быть восприняты и реализованы по экономической политике. Но такое модельное мышление, оно априорно сконструировано, не учитывая конкретно исторических обстоятельств, в которых высота одна или иная страна, в частности, Россия и Украина. Поэтому промышленная политика не может основываться на заранее сконструированных схемах. И проблема нейроцентрализации тоже является проблемой конкретно-исторической. Поэтому при применителии таким странам, как Россия и Украина, необходимо учитывать те исторические реалии, которые находятся в реальном секторе экономики и ее сортивидно-машиностроения. Академич Милюк, директор института, его пока-то в одной статье заявился, что нельзя построить электронный комитетаризм, минуя от Синцевой. То есть нельзя создать, осветлать новую технологическую войну, волну, не решив элементарных вещей, то, что касается промышленности, легкой пищевой, сельского хозяйства. Я, в определенной мере, раздеряю эту позицию, потому что, если говорить о наиболее глубоких закономерностях процесса неиндустриализации, то я хотел бы отметить, что существуют определенные законы воспроизводства, которые, к сожалению, не учитываются сегодня при разработке теории неиндустриализации. В частности, есть такое понятие, как огня же капитала на капитал внутри первого подразделения. Что это означает? Это означает, что, если раздоровано ткань воспроизводственного процесса в машиностроительном секторе, то ни о каких проектов модернизации и новой индустриализации говорить невозможно. Это означает, что, если резко сокращается, прежде всего, сектор машиностроения, и если он не будет воспроизведен в первую очередь, то никаких реальных шагов, никаких промышленных политиков по поводу воспроизводства и новой индустриализации говорить не приходится. Я, насколько помню, Россия сейчас закупает порядка 80% станков и зарубежащих. Об этом писалось в журнале «Эксперт». Что же касается Украины, ситуация у нас еще более сложная. Вот я хочу показать вам данную добычуство. Доля машиностроения, металлообразнотка и промышленного производства в разных странах. Она взятая из исследований Института мировой экономики России за 100 лет. Вот обратите внимание, что развитые страны в 1900 году и Россия в 1900 году не имели такой колоссальный разрыв в доле машиностроения в промышленном производстве. Что же касается образ середины века, особенно под конец, как говорите, совершенно другие вещи, другие параметры. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что машиностроения, высокие технологии в высокоразвитых странах остаются сексеринами индустриального развития. Они отправляют некоторые виды производства в страны 2-го и 3-го эшелона. Но что же касается собственного индустриального развития, оно все остается в высокоразвитых странах. Мы сегодня видели некоторые таблицы, которые показывали наши коллеги за последние 5 лет. Они не могут отражать общую тенденцию, которая характеризует таблицу за 100 лет. За 100 лет реальный высокоразвитых логичный сектор экономики в этих странах только умножается. И это говорит о том, что именно с этого, на мой взгляд, с машиностроительного сектора проблема обмена капиталом на капитал должно осуществляться, унижать восторг промышленной политики. Какие успешные примеры такой политики имеются? К примеру, Бразилия. Бразилия, это высокоэффективно развивающаяся страна, формирующая новые свои индустриальные базы, ведет себя очень интересно. Вот она, к примеру, значит, у нас в Украине исследуют все высокотехнологичные отрасли производства. К примеру, ракетостроение, авиастроение, значит, баллоностроение, значит, все технологии, которые связаны с запуском космических аппаратов. Но она хочет купить только патенты и обеспечить определенные, так сказать, стартовые условия для существования. В Бразилии производятся все автомобили мира, но они производят по патентам. Все немецкие фирмы производят автомобили, но в Бразилии не только занимаются сборкой, в Бразилии занимаются производством всех видов производства. Тем самым, они предлагают и нам, предлагают другим странам сотрудничать в плане заимствования более высоких технологий, но производить это на своей собственной индустриальной базе. Что это означает для экономиста-теоритика? Это означает, что страна формирует свою собственную воспроизводственную ткань. Она обеспечивает свое собственное самовоспроизводство и свою собственную индустриальную, так сказать, в перспективу. Эти поверхностные вещи могут быть объяснены только теорией, классической теорией воспроизводства. Если основываться на такой теории, можно понять законоверности промышленной области. вне таких вещей, это понять невозможно. Сегодня говорилось на глинарном заседании, что российский президент, в частности, Сергей Евгеньевич Глазиев, говорил, обязал в качестве перспективы довести норму накопления до 27%. Я вам показываю норму накопления, которые складываются у нас в Украине. Для такой нормы накопления это перспективы, так сказать, деиндустриализации страны практически обеспечены. Могу вам сказать, что в Украине производство как раз станков сократилось практически в 20 раз. В числе в 91-м году мы производили 38 тысяч станков. Сейчас мы производим 1400 лунгов. Это никак не может обеспечить никак не то, что нормальное функционирование промышленного сектора, но не обладает реальные перспективы выстраивания новой индустриализации, гавритность невозможно. Таким образом, теоретические проблемы новой индустриализации сводятся к пониманию закономерности движения воспроизводственных профункций в рамках всего общественного воспроизводства. Если эти вещи не будут поняты, то и дальше будет доминировать так называемые модельные мышления. Будут все время продуцироваться те или иные модели, и они все время будут не воспринимать общество. И в конце я пришел сослаться на статью недавно я чтал в журнале эксперт известного российского публика-звезда Третьякова, который назвал статью «Почему у нас ничего не получается?» «Этот вопрос остается открытым». «Действительно, почему ничего не получается?» «Мне представляется, потому что мы временами априорно не думаем в то, что нам кажется можно легко перенести на нашу определенную историческую реальность. Но я хочу сказать, истины абстрактны нет, истины всегда конкретны». Спасибо за внимание. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, наши задания вопросы. Можно задать вопросы? Да, пожалуйста, просто спасибо за выступление. Действительно, проблема производства и проблема пропорции. Калина Наталья Николаевна и Нижегородские националисты в юниверситете. Огромное спасибо. Я только когда я не говорю о том, что вы владеете проблему пропорций воспроизводства, когда замечательная тема воспроизводства внутреннего того подразделения международных датокармбат, как теоретика истории, когда мы считаем датокармбат, значит, во-первых, идеи для этих современных не очень сложные. Но мой вопрос наше следующее. Есть главный редактор, главный анализм, по поводу, уважаемый профессор, он в своей днике «Державный прорыв» предполагает, что новая индустриализация потребует национализации, при этом считает, что это должен быть партнер капитализма. Как мы считаем, новая индустриализация потребует национализации, как выражение крупного, интересного, государственного собственности. национализации не имеется таким альтернативным украинцам решение проблем с должным неожиданным. Спасибо. Я думаю, что ваш модел будет хорошим национализации, как Россия, Чина, или Бразилия, но для маленьких стран, я думаю, что не должно быть, чтобы иметь большую оборудование в индустрии, которые не нужны для производства собственного индустрии, например, они могут просто специализировать на определенные индустрии. Дмитрий Воронин, Донский государственный университет. Вы делали упор на конкретные исторические ситуации, обстоятельства. И вот прошли по индустриализации, что она была проведена за счет крестьянства. Скажите, пожалуйста, в тех условиях были другие альтернативы, реальные альтернативы поведения индустриализации за счет каких-то других источников, учитывая, что почти 80% экономики связано было именно с сельским хозяйством. И в качестве ремарки много сказали о Шмелеве, академике. Но, наверное, академику Шмелеву сейчас немного стыдно за то, что он говорил и писал о годы перестройки. Может быть, он сейчас, конечно, прозрел? Да, если можно. Коллеги выступают, так или иначе касались социальной части программы, проектов, удачных или неудачных. То, что вы рассказали, оно выглядит убедительно, но там отчет, что это все равно по социальным аспектам. И роли общества, добор, союзов, прерабочих и их участия, и в результате применения ваших изысканий, она как о вас. Можно? Спасибо. Владимир Шуар-Лубинов, сочинский научный исследовательский центр Российской академии науки. У Маркса речь идет о общественном воспроизводстве, в котором первое и второе подразделение как элемент всего общественного производства. И это общественное воспроизводство связано в том числе с воспроизводством рабочей силы. У меня вопрос немножко перекликается с предыдущим коллегами. Пожалуйста, тема воспроизводства рабочей силы. Задействована ли вашей теорией в ее инвестиции? Уважаемые люди, уважаемые коллеги, я когда готовился к доктору, я получил информацию, инструкцию давать. Я могу поступать и ответить до 7 минут. Я, конечно, больше времени не потратил. Я узнал, что ты сказал, что больше времени не потратил. Но вот каждый вопрос — это отдельная тема. Отдельная дискуссия. Я буду отвечать очень латонично. Проблема национализации и проблема неиндустриализации — это проблема национализации, как вам сказать, на имеют юридическую и экономическую сторону. Я не считаю, что неиндустриализация предполагает национализацию. Это первое. Второе. Я не считаю, что это искусственно выстраивание вертикально интегрированной структуры. В России, некоторых экономистов, в частности Березосемцева, присутствуют такие алармистские настроения, что в частности Березосемского развития стал прошлым. Ничего подобного. Можно назвать десятки стран. Находится государство как Макритис, которое существует. Которое сегодня по уровню ВВП выше, нежели Украина. Я думаю, что не все знают, где вообще находится этот Макритис. Еще 15 лет назад у них ВВП на то, что население составляло 2000 долларов, а сейчас составляет порядка 16 тысяч долларов. Масса примеров, когда выстроенная правильная политика решает эту проблему. Президент Бразилии, бывший президент Бразилии, имел четырехлазного образования. Выдвинулся, кстати, с профсоюзом, с металлургом. Но он усвоил две вещи. Что не надо произвести, надо развивать национальную реальность этой экономии. Вот две вещи, оказывается, для четырехлазного образования достаточно жуток для того, чтобы сформулировать нормальную национальную экономическую политику. Относительно индустриализации индустриализации, была дискуссия Бухарина и Преображенского. Победил Преображенский, сказал, что надо регулировать идею Бухарина обогащать индустриализацию и развиваться как классическая индустриализация. Это легкая промышленность, сельское хозяйство, не пошла бы этому платить. И вот у меня в роду, значит, есть летчик, военная летчика. И вот, значит, брат моей жены летал на рикотоносце и, значит, домой возвращался на велосипеде, где была бутылка молока и ломбой. Понимаете, эта фотография, она так важна на сценарий. Можно ли высокие технологии сочетать с велосипедом и с бутылкой обозгленности? Это невозможно. Высокие, поэтому то, что это должно быть естественно исторически, значит, надо обеспечивать, прежде всего, необходимые условия самовоспроизводства работника за счет, так сказать. Обеспечение самых послушных потребностей, чем сегодня мы делаем. Железно пищевая промышленность. Проблема воспроизводства последняя. Два подразделения общественного воспроизводства. Это именно ее органического строения капитала. Я вам напомню просто о капиталном марсе. Это означает первое подразделение числитель, а второе подразделение это знамена. И если, если, это означает, что недостерализация предполагает, что числитель, первое подразделение будет все равно развиваться в беспредельном и второе. Значит, это ложное, неграмотное представление о том, какие закономерности там же воспроизводства. Капитал на капитал обвинуться только в первое подразделение. Но второе подразделение капитал на капитал обвинуться. Все. Спасибо. 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 Спасибо.